Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не видите ли в абсурдности в этих действиях гоняться за теми, кто по сути не может повлиять на ситуацию единичными, а теми, кто имеет власть, имеет доступ к большим ресурсам, вопросов нет. Назвают войну войной в телевизоре? Ну ничего, но назвали. Ну здесь есть сразу несколько параллельных движений. Ну во-первых, конечно, привыкли гоняться за теми, кто под фонарем, безусловно. На ком стоит клеймо оппозиционности, кто не может за себя еще как-то постоять. Вот пенсионер из Ухты, который опубликовал эти картинки в ВКонтакте. Он не военный корреспондент, у него нет семерых сыновей, которые все отправлены воевать в ЧВК и так далее. Почему бы к нему не выпреставать? С другой стороны, есть высказывания, о которых мы с вами прекрасно знаем, которые в любом государстве, включая российское государство, ну как, вот совсем накануне какой-то там сумасшедший, он не сумасшедший, он какой-то вполне себе сыной генерал или депутат заявил в эфире, что давайте сбросим атомную бомбу на Францию и кто будет плакать по этой Франции. И ничего, давайте вспомним казус, да не казус, а феномен Антона Красовского, который призвал убивать украинских детей. Что с ним стало? Он всего-навсего, он даже не уволен, он отстранен, отстранен от эфира и проведена проверка Следственного комитета. И надо же, какой сюрприз, в его словах не нашлось никакого уголовного преступления. Ну вот так, ну сказал, не очень удачно, и все. Вот так, а за 3 звездочки, 5 звездочек, которые объяснила девочка из Сибири, нет в обле, тем не менее штраф, довольно серьезный штраф, и если она сделает это еще разочек, то будет уголовное дело. Выборка здесь такая, если за тобой кто-то стоит, если у тебя есть послужной список с какими-то высказываниями антиукраинскими, пропутинскими, то, пожалуй, ты можешь что-то высказывать еще. Совсем недавно была запись, когда совершенно пьяный вдрызг военкорп поспорил с каким-то там чеченским парнем, оказался в полиции, и вот там вот оттуда гнал пленочку, как его обижают полицейские, как он обращается к Бастрыкину, что за безобразие. Ему можно, ему можно так более-менее высказываться против этой полиции, но он понимает, что Александр Иванович Бастрыкин, глава Следственного комитета, конечно же, его защитит, ну и тем более тут такое противостояние, кадыровские вроде как чеченец и военкор. Вот, собственно, выбирайте между жабой и гадюкой, и все они нравятся власти об Следственном комитету, поэтому никому ничего не будет. За любую попытку сказать «нет войне», за любую попытку, ну и обратите внимание еще, смотрите, высказывания, высказывания, что давайте это все пусть остановится, и давайте мы все зайчики пушистые будем за мир, пусть только это будет мир, они еще так более-менее ничего, потому что предполагается, что ах, это украинцы упрямые, которые мира не хотят на условиях России, безусловно, поэтому за мир еще как-то можно быть, если именно в этом ключе рассуждать. А если ты просто говоришь «нет войне», именно нет войне, именно нет российской агрессии, то ты враг, ты враг, представляешь опасность для российского государства. Ну и потом, а кто, собственно, вообще возбуждает все эти дела? Это же тоже люди не семи пядей во лбу, прямо скажем, которые тоже зомбированные, плохо образованные, живут в человеческих условиях, и у них тоже разорваны в голове какие-то логические цепочки. У них есть только одна логическая цепочка между возбужденными делами и корытом. Вот эта цепочка у них есть хорошо. Корыто. Хотя, конечно, к людям иногда приходит понимание, когда приходят похоронки, когда швыряются какие-то деньги на стол очень небольшие, когда никто не хочет искать тело сына погибшего, как в Самаре, когда никто не хочет объявлять списки погибших. Приходит какое-то понимание, но это понимание такое очень частное. Посмотрите, как минимум 600 человек самарцев, мобилизованных, погибло в Макеевке. И тишина, и тишина. Никто, ничего, даже в социальных сетях. Ты уже все потерял, все. Ты потерял любимого мужа, любимого сына, любимого отца. И тебе запрещено даже сплакнуть о нем. И люди все равно боятся. Страх власти страшнее страх смерти. Вот что ужасно. Вы знаете, просто я вот хочу понять, неужели, имея такую машину из силовиков с хорошей зарплатой, которые будут бить за Путина столько, сколько Путин им будет платить, до сих пор власть боится, что вот те хороводы, которые водились во время начала полномасштабной войны в Украине, они могут как-то повлиять на саму власть. Почему я сейчас так сказала, извините, может, цинично, потому что я сейчас читаю, а что там у нас в Хабаровске? Два года, два года до сих пор, они, конечно, уже нисходящие, но продолжаются эти протесты, но на них уже, по сути, никто не реагирует. Так если бы они, ну, как бы, видят, что недейственные могли бы дать на, ну, пусть ходят себе, да все равно же реагировать не будут на эти протесты и на эти требования от народа. Значит, не такая уж надежда на силовиков? Значит, что-то в этой машине, какие-то винтики перестали работать? Ну, вот просто по логике. Иначе бы их не боялись. Так почему же их боятся? Ведь в Хабаровске до сих пор ходят, результата нет. Так а страх идет сверху. Посмотрите на Путина. Ведь вот кто генерирует главный страх России? Он же, мы все обсуждали вот эту чудовищную совершенно рождественскую видеосъемку, когда совершенно понятно, что и снимают его даже не телевизионщики. Ни один бы телевизионщик так бы не выстроил кадр. Ни один телевизионщик не пустил бы это в эфир. Да еще с закадровым звуком, подождите минуточку, да, еще минуточку. Никто бы этого не сделал. Профессиональный пиарщик бы так не сделал. Не сделал бы, ну, какой-то более-менее вменяемый консультант. Но никого больше к себе не подпускает, только силовиков. Он сейчас верит только нескольким силовикам, а больше никого уже. Он уже камермена не подпускает к себе, оператора не подпускает, профессионального. Отсюда вот эти все его оглядки, ужимки. И все это больше и больше видно. Этот страх, страх перед всеми, перед содеянным, он идет ниже, ниже и ниже, и дальше, и дальше, и дальше. И он передается, и он передается, и люди на самом деле чувствуют какой-то смутный страх. Смутный страх, и легче его питать, этот страх перед, я не знаю, перед силовиками, перед НАТО, перед кем-то еще. И в том числе перед содеянным самими. Просто этот страх, он не может быть назван. Это тоже путинское, тоже идет сверху. Я не называю свой страх по имени. Я не называю свой страх так, как он есть. Я не называю Навальный по имени. Я не говорю Зеленский. Я не говорю тех слов, которых я боюсь. И так делают, в общем, так, вслед за ним, в общем, обезьяничают все. Потому что власть в России сакральна. Совершенно понятно, что Путин, он и царь, он и бог, он и то, на что смотрят, открыв рот. И, конечно, это передается. Конечно, это передается народцу, который улавливает эти флюиды и улавливает страхи, но боится их назвать. А этот страх, этот страх называется ответственность и возмездие. Неминуемое возмездие и неминуемая ответственность. Это очень трудно произнести. Путин никогда этого не произнесет. Ни за что не произнесет. Ни на какой, к сожалению, скамейке подсудимых он это не произнесет. И это же передается людям. Кстати, что касается и вышеупомянутого Смоленинова и Меладзе, кто-то из депутатов Госдумы сказал, что нужно дать экспертную оценку, оценить, что вообще они сказали и вредит ли это национальной безопасности. Также такое подобное мы слышали и о Максиме Галкине, которые сейчас за границей, за границей России выступают, очень откровенно называют войну войной. То есть по факту выражается, не ограничивая себя. Как, смотря на те ограничения, которые существуют внутри Российской Федерации. Это к чему? А вот такие призывы или такие публичные обвинения и издевательства, издевки, обзывательства, давайте говорить прямо в эфире российских ток-шоу, вот этих же вчера еще любимчиков и Меладзе, и Галкина, и тому подобных. А сегодня они их уже обвиняют в иноагентстве, говорят, что это предатели, враги народа. Это повлияет на внутреннего российского зрителя? Внутренний российский зритель тоже, вот так же, как и пропагандисты, резко возненавидят тех, кого любили десятилетиями? — Похоже на то. Похоже, что так оно и есть. И достаточно указать пальцем на врага. Ведь мне казалось, например, что никогда, никогда народ не разлюбит Аллу Борисовну Пугачеву. Никогда. Ничего не может случиться, чтобы ее разлюбили. Это случилось. Это случилось, тем не менее. Потому что она тоже высказывается, потому что она жена Максима Галкина. Тем не менее, все это происходит. Это происходит и с любимцами, бывшими любимцами публики. И происходит в любую секунду, каждый может быть в лучшем случае. В лучшем случае ошельмован. Но бывает и нас готовят к другому. Совершенно понятно, что спившийся, скорее всего, сбрендивший, бывший президент Медведев, тем не менее, он, конечно, несет какой-то поток сознания. Но этот поток сознания все-таки, я бы сказала, он такой очень часто пробивающий, прощупывающий почву и пробивающий тоненький ледок. Потому что один из последних его твитов все-таки призывал к тому, чтобы просто убивать людей, российских граждан за рубежом, которые выступают против войны. Как в свое время, он это не вспоминал, он это часто вспоминается. Как был, как говорится, ликвидирован, убит Степан Бандера. Как были убиты не только они, Георгий Марков, болгарский диссидент. И как потом убивали и сейчас убивают всех нежелательных для Путина людей за границей. И Медведев к этому откровенно призывает. И, конечно, он этим сеет страх. Он сеет страх, конечно, не здесь, не за границей. Хотя бы потому, что, как сказал Христо Грозев, известный расследователь, когда его спросили об этом, не боитесь ли вы мести Путина или мести кого-то еще силовиков, он сказал, мне кажется, совершенно справедливо. Можно было опасаться раньше, до войны, что я в списке, хотя бы в первой сотне. А когда началась война, этот список так разросся, что уже непонятно, кто где на какой. Все враги. Все вокруг враги, все враги, те, кто не требует украинской крови. Вот все остальные враги. Тайну в эфире нашего телеканала, знаете какую? Что, оказывается, Степан Бандера был убит уже давно. А некоторые пропагандисты до сих пор его пытаются найти, как зачинщика всего, что происходит здесь в Украине. Да, вот видите, вы выдаете государственную тайну практически, Ольга. Но если серьезно, если серьезно, хотелось еще спросить у вас, а вот как, вот для меня, например, непонятно. Возможно, вы знаете. Вы просто говорили о людях, которые меняют свою позицию, а я хочу сказать о тех, кто не меняет свою позицию, достаточно являются людьми, лидерами мнения, то есть людьми, уважаемыми, известными в стране, позволяют себя откровенно критиковать и вот откровенно ежедневно своих ютуб-каналов говорить плохо о власти. Ну, конечно, не в таких выражениях, как на государственных каналах, естественно, более интеллигентном виде. Но, тем не менее, к ним почему-то не приходят. Да и слава богу, конечно, что не приходят, но это вызывает подозрения. А почему же? Если хотите, я могу назвать несколько имен. Да, конечно, конечно. Да, ну давайте, чтобы уже не быть голословными, да? Вот, например, все программы Кати Гордеевой, прекрасные программы, наверняка, вот, имеют свою аудиторию. Я не скажу, конечно, про тот фильм, который она сняла про Мариуполь, но не хотелось бы сейчас портить эту картинку, да? Панасенков, если правильно его фамилию произношу, да? Вот он же, да, он же все навязывает свое желание помочь разрулить конфликцию, войну остановить. Он ее умеет оставить как историк высокого... Но он же живет в России, как и Катя Гордеева, и они снимают на улице свои ролики, и к ним никто не подходит. Вот что такая вот избранность? Значит, есть, наверное, какие-то секреты? Значит, есть какие-то лазейки, может быть, юридические, которые позволяют им дальше вести свою антигосударственную деятельность? Хотя они иноагентами признаны, это понятное дело. Нет, ну, вы знаете, Катя Гордеева живет в Латвии. И, насколько я знаю, она в последнее время в России не ездит. И съемки, которые делаются в России, они делаются, ну, корреспондентами. Это, в общем, прием-то вполне известный. Насчет Евгения Панасенкова, я думаю, здесь проблема в том, что, знаете, некоторых популярных вполне себе блогеров, журналистов власть старается не то, что не трогать, а не было, не то, что команды, они доходят руки, ну, потому что вот сейчас вот возьмись там Евгения Панасенкова как-то шельмовать, и наступит эффект Барбары Стрейзанд, которая, как известно, вот судилась за то, чтобы убрали с какого-то совершенно маленького, малюсенького сайта случайно сделанную фотографию ее поместья, и как она начала судиться, сразу эту фотографию перепостили все. И все немедленно станут смотреть Панасенкова. Поэтому я думаю, что здесь вот такое, такое соображение. Знаете, есть известный, очень оппозиционный и очень много сделавший для, например, для беженства из России несогласных журналист Красильщик, Илья Красильщик, и он, например, некоторое время назад, несколько месяцев назад, каждую пятницу писал пост, что опять я не вошел, опять меня нет в списках иностранных агентов. Да что ж такое, я уже и так делаю, и так делаю, и так делаю, но не вошел я в список иностранных агентов. «Ребята, мне стыдно, мне неловко, я опять не вошел». И на самом деле вот эти какие-то вещи, они почему-то внезапно срабатывают. Я могу назвать очень много и замечательных, талантливых, очень резких людей, которые влияют на мнение, которые каким-то совершенно непонятным чудом не входят в список иностранных агентов. Ну, возможно, лично они кому-то не наступили на хвост. Вот лично они кому-то не наступили на хвост. Возможно, они их просто забыли. Ну, а потом у меня, наверное, главная мысль, что все-таки таких людей, слава богу, немало. Слава богу, немало. И пока ты всех вспомнишь в Министерстве юстиции, они там опять же все-таки, они чиновники, а не потребители оппозиционного ютуб-контента. В общем, кого под фарен нашли, того и включили. Ольга, вам огромное спасибо.